Девушки отдыхают Здравствуйте! Когда человек не похож на других, это вызывает или любопытство, или раздражение. А когда чьи-то действия невозможно объяснить с точки зрения обычной логики, то в голову приходит одно – мистику. Тогда речь от понимания уже не идет. И каждый защищается от этих проявлений по-своему. Сегодня в программе. Три женщины решили отомстить деревенской ведьме и сожгли ее заживо. Смогут ли они уберечься от мести покойницы? Почему женщин падких до чужих мужей называют ведьмами? И как распознать в подруге подлую предательницу? «Не суди и не судим будешь» – это выражение известно каждому. Но всегда ли мы придерживаемся этой простой истины? Кто из вас не бросал другому необоснованных обвинений? Возможно, по легкомыслию, или под влиянием эмоций, или даже умышленно. Но едва ли вы задумывались над тем, чем это может закончиться на самом деле? Марина, 37 лет, домохозяйка. До недавних пор жила в небольшой деревне обыкновенной жизнью. Той ночью Валерий Яковлевич, врач психоневрологического диспансера, опять остался дежурить. Время тянулось медленно, но мысленно доктор был уже дома. Вдруг в отделении раздался пронзительный крик. Вдруг в отделении раздался пронзительный крик. Как всегда, в повседневных хлопотах. Новость, которую принесла подруга Тамара, не укладывалась в голове. Филипповна при смерти. Оказалось, что вчера ее нашли в собственной бане без сознания. Говорили, не смогла выбраться, дверь заклинила и почти угорела. Женщины отправились в районную больницу навестить Филипповну и узнать, что с ней приключилось. Это она меня закрыла. По дороге домой женщины размышляли, кто же такая она и как закрыла. Ведь они точно знали, что замков на дверях бани у Филипповны никогда не было. Может, это бред умирающий? Спустя несколько дней после смерти Филипповны, Марине приснился сон. Во сне она видела, как Тамара, ее подруга, спускается к себе в подвал. Марина почувствовала. С Тамарой случилась беда. Как была, в ночной рубашке помчалась к подруге. И не ошиблась. Тамара сгорела в собственном подвале. Можно случайно как будто бы разбить горящую лампу, случайно забыть, не знаю, закрыть заслонку в печи. Или случайно как будто бы неаккуратно обращаться с каким-то горючим материалом, что приводит к несчастному случаю. Но по большому счету это просто бессознательное отыгрывание своей вины, самонаказание. И по большому счету это получается такое скрытое самопреследование, которое, конечно же, может выглядеть как какое-то волшебство или какая-то мистическая история. Но на самом деле это действие, как правило, бессознательное самого человека по отношению к самому себе. Две смерти за неделю. Это слишком. Марина словно умом тронулась. Она стала панически бояться огня. Повсюду чувствовала угрозу, исходившую от всего, что ее окружало. Ей везде мерещилось пламя. Марина заметила, что сын Андрюша разжег костер во дворе. Женщина просто взбесилась. Ее муж Михаил пытался не обращать внимания на чудачество жены, но этого он выдержать не мог. В ситуации, в которой вы описываете, что человек думает, что ему принимать какие-то особые действия по защите от кажущейся ему угрозы стороны огня, то это может обозначать как психическое расстройство, так и, собственно, некоторые психологические нарушения. Для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что именно с этой женщиной случилось, требуется более детальное обследование. И тогда уже назначение того или иного объема, либо врачебной, либо психотерапевтической помощи. Михаил решил показать, кто в доме хозяин. Теперь он будет делать все, что захочет. Курить в доме, смотреть телевизор. И плевать он хотел на чудачество тронутой жены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этим вечером Марина, как была в одежде, влезла в ванну, полную воды, и наотрез отказалась выходить. На все уговоры Михаила она повторяла одно и то же. В воде безопасно. Вода меня защитит. Михаилу ничего не оставалось, как вызвать скорую и отправить жену в психушку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марина немного успокоилась. Муж и сын постоянно навещали ее. И надеялись, что вскоре заберут ее домой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неожиданно Марина начала жаловаться, что у нее внутри что-то горит и сжет. Болезнь вернулась снова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марина никак не могла уснуть. Жаловалась соседке по палате, что ей жарко. Говорила, что становится все хуже, и это, наверное, наступает час расплаты за страшный грех. Немного успокоившись, она рассказала свою историю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как-то в их деревню переехала женщина. Никто не знал, кто она и откуда. Местные женщины не взлюбили новую соседку. Слишком красивой, яркой и непохожей на других была Ирина. К тому же молчаливо и неприветливо. В деревне стали поговаривать о том, что Ирина – ведьма. Появление чужого человека, необычного человека, естественно, вызывает любопытство и, естественно, может актуализировать скрытые конфликты в этом микросообществе, которые будут как будто бы связываться с его какими-то личными качествами. На самом деле это просто агент изменения. Эта ключевая фраза вообще всей истории – она жила не так. Им это было очень сильно непонятно. Понимаете, любое не так, оно у человека вызывает, ну, как бы у цивилизованного удивление, желание понять, а как же так, такое может быть, либо такое, знаете, он живет и живет себе, пусть живет как хочет. Вот. У людей агрессивных, у людей, скажем так, недалеких и у людей злых изначально, которые способны на плохие, нехорошие поступки, это вызывает всегда приступы агрессии. Однажды без видимых причин у Марины запил муж. Михаил, такой хозяйственный и спокойный, уже неделю ходил пьяный в стиль. И все закончилось дракой. Марина прибежала жаловаться к соседке, старушке Филипповне. Пожилая женщина авторитетно заявила, что это происки Ирины. Это мерзкая ведьма Ирина спаивает ее мужа. Ее Миша хороший хозяин и мужчина видный. Ирина хочет его приворожить. А еще добавила, что собственными глазами видела, как эта вертихвостка Михаилу что-то в кувшине выносила. Он, как завороженный, пил и напиться не мог. Женщины собрались выпить, закусить. Жаловались друг другу на молодую и заносчивую ведьму. Вскоре прибежала Тамара со своим горем. Только что ее маленького сына забрали в больницу с приступом аппендицита. Еще утром бегал, а после полудня встать не смог. Наверняка эта мутная соседка сглазила ребенка. Откуда она взялась на их головы? Если так пойдет дальше, скоро эта чертова ведьма всю деревню сосвету сживет. Женщины пили и судачили, как им избавиться от такого соседства. Крепко насудачились, не одна бутылка опустела. Поздно вечером, изрядно навеселе, женщины решили разобраться с колдуньей. На самом деле, женщины, в отличие от мужчин, они более жестокие и в них присутствуют очень серьезные маниакальные симптомы. И вот это коварство женщин, оно просто уникально. Люди, они вообще очень на самом деле жестокие и, как правило, абсолютно все непонятное, но вызывают у них страх и, соответственно, агрессию. То есть любого кинолога спроси, собака бросается, потому что она боится. Любого человека спроси, люди ругаются и бросаются на то, чего они на самом деле очень сильно боятся, то, что им непонятно, либо на то, чему они очень сильно завидуют. Откравшись к дому соседки, женщины увидели, что Ирина хлопочет в сарае. И тогда бабы решили испугать ее, проучить грешницу. Ирина умоляла выпустить ее, но все было напрасно. Лиан и бабы облили дверь бензином и, недолго думая, Марина зажгла спичку. Ведьма должна гореть в огне. То есть три женщины убили четвертого женщину. Это, в общем, довольно серьезное испытание для любого человека преступления. А для обывателей, для женщин семейных, которые растят детей, ухаживают за хозяйством, находятся в отношениях с мужем, это еще более тяжелый стресс совершить преступление, такого рода убийство. Поэтому, по большому счету, если оно еще осталось безнаказанным, то, конечно, скрытая вина, стыд, отчаяние, связанное с этим преступлением, они их присутствуют и, естественно, накладывают отпечаток на всю их жизнь. Я думаю, что, как и всякие взрослые люди, с такими тяжелыми переживаниями справляются следующим образом, они их вытесняют. Но от этого они не перестают работать. Что касается опасений этой женщины, то они вполне логичны, с учетом того, что ведьма сгорела. Бороться с живым магом – это одно. Но бороться с магом мертвым, а тем более убитым, это абсолютно другое. И говорить о том, что после смерти мага все будет хорошо у вас, или порча, которую навел маг, и после этого погиб, порча эта пройдет? Нет. Я думаю, что она скорее усилится, чем пройдет. Смерть от огня не гарантирует избавление от мага. Это в лучшем случае переход мага в следующую инкарнацию. Но не более того. Маг, скорее всего, будет отомщен тем же самым. Огнем. Будь то, если вы убили ножом мага, то бойтесь ножей. И это вполне справедливо. Марина не успела закончить свою историю. То, что происходило после этого, было похоже на сущий ад. Развестно, что при заболевании почек у человека изо рта отчетливый запах ацетона может быть. Известно, что ацетон горючее вещество. Может быть, есть какие-то нарушения, о которых я, к сожалению, не знаю. В результате которых вырабатываются вещества, которые при определенных обстоятельствах могут воспламениться. Я думаю, что если эти женщины верили, что она ведьма, то где-то, может быть, там на задворках своей души они верили, что есть Бог. И таким образом они должны были жить в огромном конфликте того, что Бог все видит, и он обязательно должен наказать. И тогда человек начинает подсознательно сам выстраивать план мести себе. Они могли выбирать между наказанием тюрьмой, и я думаю, что это страшно для любого человека, и наказанием Божьим. И вероятно, что это страшнее еще больше. Поэтому, когда человек находится в выборе без выбора, очень часто он находит третий выбор. Это собственную смерть. Фразу «гореть огнем» или «сгореть на работе» я никогда не воспринимал буквально. Мне неизвестны случаи, когда человек из свойственного ему состояния, когда в нем 80% воды, превращался в огонь, который, насколько я знаю, по природе немножко другого качества. Я говорю, насмотрели с телевизора все. Теперь они говорят, телевидение творит нам новую мифологию, новую реальность. Потом наука придумает, как это сделать. Вот это вот последнее, оно сгорело изнутри, потому что вот это вот зло в человеке, которое живет, оно его сжирает. Это, как правило, раковые заболевания, вот как ни странно, это обиды. И, знаете, вот это такое, ну, все должно быть так, как я сказала, потому что я точно знаю, что это правильно. Любое наше вмешательство в чужую жизнь агрессивное вмешательство. Это сожжение себя изнутри. Подводя итог этой истории, хочу дать совет. Будьте добрее к другим. Относитесь с пониманием к тем, кто не похож на вас. И прощайте чужие странности. И тогда, возможно, кто-нибудь простит и вас. Есть такие звуки, которые наше ухо не улавливает. И такие запахи, которые мы не различаем. Но от этого они влияют на нашу жизнь не меньше, а может быть, даже больше. И вот тогда мы вспоминаем о магии. Юлия, 32 года. Потеряла подругу и едва не лишилась жениха. Прямо в день своей помолвки. Юлия вместе с подругой возвращалась из города. А таких, как Викуся, в народе говорят, на нее мужики, как пчелы на мед слетаются. А как она их любила, ни одного глянувшего в ее сторону не пропускала. Особенно приезжих. Мужчины в ее руках просто таяли, как воск. Им это нравилось. Кроме секса ей ничего не было нужно. Я бы сразу бы отнес этого человека к разряду ведьм. потому что энергетический фон ведьм сильно отличается от обычных женщин. Он гораздо мощнее и, скажем так, чакры работают несколько по-другому и с Ватхистана работают абсолютно по-другому и гораздо мощнее. Ведьмы всегда были интереснее мужчинам и будут интереснее мужчинам. Это просто их такая особенность. В этой Викусе было что-то такое, из-за чего даже игнорировавшие ее мужчины, если она оказывалась рядом, теряли над собой контроль. Наваждение какое-то. Юля была незаметной и одинокой. В тайне она завидовала подруге. не красоте, не разгульной жизни, а умению привораживать мужчин. и одинаково. В фильме скорее всего, что у этого человека, вот у этой девочки, которая считали ведьмой, У неё неправильное распределение полей. То есть у нас существует здесь вот такой замечательный центр энергетический, который у нас заведует в первую очередь продвижением нас вперёд. То есть это карьерная лестница, это решение всех дел. Но этот же центр, он отвечает у женщины за её привлекательность для мужчин. У неё очень раскручена вот эта вот часть поля. И она для мужчин, для всех, чрезвычайно съедобна. Потому что мужчины, по своей сути, они помимо вот этого верхнего канала, они имеют ещё подпитку от женщины. Бывало в базарный день, какая-то солидная женщина отвернётся, торгуясь с продавщицей. Оборачивается, мужа нет. И если не догонит и парой оплеух не приведёт в чувство, то вернётся муженёк в дом под утро, такой уставший да измученный, словно на нём всю ночь чертеводу возили. По деревне поползли слухи, что Викуся – ведьма. Я думаю, что это естественная человеческая потребность – получать внимание, хотеть его, и получать как можно больше этого самого внимания. И поэтому абсолютно большинство людей здоровых ищут этого внимания и нуждаются в нём. И этого никогда не бывает мало. Но бывают ситуации тогда, когда это внимание достигается любым, в том числе и вычурным путём. Это может быть какая-то особо вычурная одежда или особо нелепое поведение. И, как правило, такая вычурность связана с очень большой личностью, недостаточностью. И есть необходимость в поисках этой самой компенсации недостаточности личностной структуры. И, как правило, такие люди не знают утоления этого голода, потому что что-то испортилось либо в психике, либо в организме. По каким причинам это обжорство чужим вниманием, это булимия отношенческая, никогда не завершается. Некоторые даже говорили, что видели, как она ночью бродила по кладбищу. Потом какую-то воду, заговоренную под порог соблазнённым мужчинам и соперницам лила. Но кое-кто из тех, кто видел Викусю голой на кладбище, утверждали, что у неё там была другая цель. А именно Славка, Галин муж. И что они там не магией занимались. Я, например, не думала, что эта девушка, она специально где-то ходила, что-то делала, потому что, ну, как правило, привороты, они имеют совершенно определённую цель. То есть Маше нужен вот этот Петя и никто другой. То есть бывают, конечно, такие случаи, что кто-то попадает в это мощное поле и кроме Пети заводится ещё там Вася и там Игорь, допустим. Но, как правило, привороты и вообще все магические обряды на привлечение любви, они направлены строго на конкретного человека. Выгнать соблазнительницу из деревни мечтали давно. И не только женщины. Мужчинам надоело оправдываться, что нет сил не реагировать на её заигрывание. Единственной, кто оставался на стороне Викуси, была Юля. Она защищала подругу до конца. Если у женщины большое количество сексуальных партнёров и связей, то её энергетическая оболочка становится тонкой и прозрачной. И в области копчика у неё происходят блокировки. То есть, несмотря на обилие сексуальной жизни и интенсивного движения энергии в этой области, то есть у неё там образуются вот просто как воронка или как тёмные уплотнения, которые в будущем приводят к сложностям с деторождением или к каким-то проблемам с женскими органами. И это даже не всегда инфекционные заболевания, то есть это, как правило, истощение энергии в области половой чакры. Мы видим, есть потребность наполнять, скажем так, свою Судхистану. Судхистана — это вторая чакра, чакра сексуальная. И пополнять именно через мужчин — это некий энергетический вампиризм, только не совсем, скажем так, в прямом значении этого слова, но 90% ведьм отличаются этой особенностью, что у них всегда очень много мужчин. Им нужно это, чтобы жить, им нужно, чтобы развиваться, и без этого они просто не могут. Обманутые жены решили обратиться в полицию. Но там только посмеялись. Супружеская измена по закону непреступления. Посовещавшись, женщины решили отомстить своими методами. Когда Викуся об этом узнала, разозлилась не на шутку. А с ведьмами, как известно, шутить не стоит. Женщины пытались уладить все мирно. Потом договорились испугать ее. Все было напрасно. Викусю не так легко было зацепить. Она не собиралась менять образ жизни, а все потуги забитых соседок были ей до лампочки. когда женщины обратились в вышестоящие инстанции в район. Сестра одной из пострадавших была женой какого-то чиновника в прокуратуре. За вознаграждение она согласилась уговорить мужа припугнуть гулящую ведьму. Чтобы выяснить, не зарабатывает ли она аморальным способом себе на жизнь, Викусю повесткой вызвали в суд. Ну, это может быть действительно особенности поведения, которые так вот располагают противоположный пол к подобному вниманию. Это может быть талант к тому, чтобы так привлекать к себе внимание. Это может быть частью заболевания. Известно, что при некоторых органических нарушениях, например, при эпилептическом расстройстве, эпилептической эпилепсии, при этой болезни, часто женщины выглядят чрезвычайно избыточно сексуализированного. И это является частью просто симптоматики. Три дня она не возвращалась домой. Не возвращался и прокурор. На четвертый день жена обнаружила их с Викусей на даче. Далеко не самые красивые на внешность ведьмы, оказываются очень интересные мужчины. Эта энергетика достаточно просто зацепить человека хотя бы взглядом, хотя бы прикосновением, малейшим касанием и произойдет контакт. Все. А энергетическая сущность ведьмы она захватит полностью, перестроит энергетический фон человека очень быстро за счет своей мощи, за счет своей работы. И человек будет думать, ощущать, желать только одну, эту ведьму. на человека, который живет религиозной жизнью, который участвует в таинствах церкви, который доверяет свою жизнь Богу, невозможно губительное воздействие приворотов, чар, каких-то заклинаний, потому что этот человек вручил себя Богу, а Бог поругаем не бывает. Но если человек боится приворота, если человек боится чар, там, колдовства, каких-то заговоров, то через эту боязнь, через этот страх враг рода человеческого может влиять на человека. Одна обманутая женщина предложила действовать по принципу клин-клином. Обратились к ворожее из соседнего села. Бабка рассказала, как можно противостоять чарам и заговорила им амулеты на мужчин. Клялась, что теперь налево не посмотрят. А еще ворожая подсказала, если амулеты сделать своими руками и промочить собственными слезами, подействуют непременно. Женщины все как одна принялись мастерить амулет. Юля рассказала, об этом векусе и даже амулет показала. А вскоре сама убедилась, что он не действует. ведьмами рождаются, ведьмами не становятся. и говорить о том, что в этом кто-то виновен, это не совсем верно. Это ее сущность, которая появилась вместе с рождением ее. Да, вполне вероятно, что в роду кто-то занимался. Обычно это передается через поколение, то есть нету прямой передачи от отца к сыну, от матери к дочке. В большинстве это от бабушек, дедушек. Но передается, и у человека возникает желание этим заниматься, рвение этим заниматься. Нету, скажем так, ощущения, наверное, полноценности, если ты этого не делаешь. Я не думаю, что это истерический тип личности. Я могу только повторить, что, скорее всего, речь идет об органическом заболевании, которое проявляется вот этой самой нимфоманией и неудовлетворенностью сексуальной. Как-то Юля среди зимы поехала отдыхать в Крым. А из санатория вернулась с парнем, да еще на его автомобиле. Он говорил, что всегда мечтал переехать из шумного города в загородный дом. И еще врачи советуют ему сменить климат, чтобы вылечить астму. На помолвку Юля пригласила полдеревни. Викуся на всякий случай в эту половину не вошла. Но нахалка в разгар праздника явилась сама. Женщины решили не затевать ссору, не портить всем настроение. Сговорились обезвредить Викусю самогоном. Заставили пить штрафную за опоздание, за молодых, за любовь, а потом к Викусе выстроилась целая бабская очередь желающих выпить с ней мировую. На пятом стакане искусительница выбросила белый флаг. Падая со скамейки, потянула за собой скатерть. Женщины оттащили побежденного врага в другую комнату, положили спать и забыли. О том, что случилось утром, Юля рассказывала всем желающим. У хорошо погулявшего накануне жениха очень болела голова. Он попросил Юлю сходить к соседке за бутылкой. Пока та ходила к бабке Арине, пока хвасталась, какой хороший у нее жених, а потом принимала поздравления, прошло два часа. Вернувшись, Юля увидела, что ее любимому намного лучше. Он сладко спал в объятиях в Икусе. Девушка очень-очень вкусная, очень-очень сильно съедобная, чисто в энергетическом плане. И мужчины, они это чувствуют. Они этого не понимают, и может мерещиться, что это вообще другая женщина, что, в общем, все, что угодно. Потому что они идут, вы знаете, как вампир на запах крови. Разлучница не без помощи невесты, поспешно покинула дом. Чтобы привести в чувство жениха, самогон Юля вылила ему на голову. Выяснилось, молодой человек понятия не имел, что случилось. Он был уверен, что рядом с ним была Юля, вернувшаяся от соседки. Видать, наваждение ведьмина. Показания как бы виноватого тоже можно, знаете, списать. Потому что, ну, скажем, такую уже мару наслать. Надо быть очень высоким специалистом. Это явно делается не в пьяном виде, потому что, ну, скажем так, люди, которые занимаются серьезно этими магическими магией, культными науками, а не спиртное. Если и употребляют, то крайне умерен. Юля жениха простила и попросила прощения у деревенских женщин. Поняла, что они были правы. Ее бывшая подруга действительно ведьма. И если она даже Юлиного жениха соблазнила, тут без магии не обошлось. Спустя несколько месяцев сыграли свадьбу, но уже без непрошенных гостей. Известно, что 80% информации мы получаем благодаря своему зрению. Но верить ли ему? Или ради собственного спокойствия закрыть глаза на определенные вещи? Каждый решает сам. Главное не пожалеть потом о своем выборе. Ну, а я прощаюсь с вами до следующей встречи. Будьте на чеку. субтитры 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 Продолжение следует...